Его как будто и нет. Я не знаю, что с ним делать. Вот это... Меня убил шлёпа. Ему мало было меня бить, он ещё и в меня тарелку с пельменями забросил. Боже, бедная моя голова. Эй, друзья, всем море приветов, Нептун здесь, рубрика сегодня ФНАФ Пародии. Значит, мы будем играть в продолжение хлопы, ну или нашего большого шлёпы. Мы так долго ждали, когда же разработчик выпустит новую часть, и вот она. Правда, почему-то эта часть нулевая. Огромный, просто огроменный шлёпа опять пытается похитить пельмени. И наша задача, видимо, их защищать. Мы все знаем истинный рецепт настоящих пельменей. Много теста и мало мяса, да? Ведь правда, да? Нет? Я что-то напутал. Подожди, много теста, мало мяса. Вроде бы такой был рецепт. Нет? Хм. А, дурья моя башка. Много мяса и мало теста. Вот он, идеальный рецепт пельменей. Но что же здесь? Нулевая часть, возможно, это предыстория всех событий, которые были в первой, во второй и в третьей части. Так. Настройки здесь какие-то есть. Давайте посмотрим, что у нас в настройках есть. Графика у меня высокая. У меня, кстати, стоит именно ПК-версия, но есть ещё и мобильная версия. Ссылочки на обе версии я помещу в описании под видео. Русский, English, ну, конечно же. Хе-хе-хе. Only Russian Phone Guy. То есть, фонгай только на нашем могучем говорит. Это, в принципе, приятно. Хорошо. Инструкция. Давайте почитаем. Кто у нас тут появился? Новый. По-любому, в каждой части появляются новые коты. Шлёпа. Он идёт на восьмую камеру. Смотрите на него, когда он там находится, чтобы он не съел пельмени. Механика, видимо, такая же, как в первой части. Также он может зайти к вам. Просто удерживайте двери, да. Бингус. Появляются на телевизоре справа от вас. Так, право, это там, окей. Светите фонариком на него, и он уйдёт. Бингус, это, по-моему, который лысый кот, да? Чмоне? Тут появился вот, по-моему, новый кот Чмоне. Хе-хе-хе. Чмоне. Может появиться где угодно у вас в офисе. Светите фонариком во все стороны, чтобы увидеть его. Боится фонаря. Так, хорошо. Нянь-кэт. Это который, помните, такой кот наполовину, какая-то печенька, которая прыгает в космосе и оставляет после себя след из радуги. Значит, это вирус на планшете. Нужно нажать на крестик, чтобы он пропал. Иначе он съест заряд фонаря. Поп-кэт. Пробирается до пятой камеры. Смотрите на него, чтобы он ушёл. Иначе камеры отключатся. Зарядить фонарик. В планшете есть кнопочка с фонарём, на которую нужно кликнуть и увидеть небольшую шкалу заряда фонаря. Нам нужно удерживать кнопку заряда. Окей. Так, что делать, если планшет разрядился? Молиться Господу своему Всевышнему, чтобы тебя не съели. А что делать, если анекдот фонгай не смешной? Всего лишь посмеяться? Окей. Мне не трудно. Итак, всё вроде бы понятно. Хотя, на самом деле, инфы очень много. Давайте просто поиграем первую ночь, посмотрим, что к чему. Шлёпа просит вас застраховаться. Что? Страховка от шлёпы? А он не хочет застраховать пельмени, случайно? Хе-хе-хе. Так. О-о-о? Етириум, да? Приглашает каждого взять страховку у нас. Только тут вы встретите минимальные цены, качественное обслуживание, а также нашего питомца, огромного кота, Шлёпу. Работаем без выходных. У нас есть ДМС, ОСАГО, страхование имущества, бла-бла-бла. Боже, Шлёпа, ну, ёлки-палки, это какая-то вырезка, видимо, из газет, да? Не рискуй, лучше застрахуйся. Хе-хе-хе. Это типа компания? Мы будем, видимо, играть ночным охранником в стражевой компании? Страховой. Так. На первую страховку скидки, внимание, мы не несём ответственности за травмы, полученные от кота. Интересно, от какого кота? О кому они говорят? Хе-хе-хе. Так, ладно, погнали. Блин, как темно. Здравствуйте. Здрасте. Мы очень рады, что вы выбрали именно эту работу. Сейчас я немного расскажу вам о ней. Позвольте представиться. Я заместитель директора, и в ближайшие дни я проведу вам небольшой инструктаж. Постарайтесь не бросать трубку, ведь я говорю вам довольно важную информацию. Нептун! Директора, возможно, ну, не знаю, спасёт вам жизнь, или типа того, вы будете необычным, так сказать, охранником. Наш код, который является символом нашей компании, по ночам довольно агрессивный. Это началось со вчерашнего дня, и прошлой ночью за шлёпой следил я. Так как больше это делать было некому. Я многое повидал, и за один звонок это даже не расскажешь. Мы решили быстро найти охранника, ведь вчера после того, как кот съел все пельмени, он взбесился и напал на меня. А, боже. Наша основная задача в том, чтобы шлёпа не находился в кабинете директора. Хорошо. Иначе, думаю, понятно, что произойдёт. А также постарайтесь держать дверь, ведь этот кот привык ходить везде и наверняка захочет к вам попасть. И у вас под рукой очень дорогой планшет, подключённый к новейшей системе камер. Пользуйтесь ими. Не забывайте про ваш фонарик, который можно зарядить также в планшете. Я заметил нахождение ещё одного кота в этом офисе, но очень странно то, что видно его только по камерам. В реальности, его как будто и нет. Я не знаю, что с ним делать. Вот, например, по камере он взбросил. Меня убил шлёпа. Ему мало было меня убить, он ещё и в меня тарелку с пельменями забросил. Боже, бедная моя голова. Окей, давайте посмотрим, что у нас тут с планшетом. Камеры. Ага. Значит, кабинет 8, это кабинет директора. Вот здесь. Вот, вот они. Вон, 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 пельмешки. Пельмешки. Я же самому захотелось их взять. Что это за звуки? Это шлёпа? Подождите, как убрать планшет? Нет. Вроде никого нет. Пельмешки? Пельмешки? Вот он. Он сидит за столом, и смотрите. Какой важный. Какая важная персона этот шлёпа. Сидит за столом. У него, видимо, совещание было совсем недавно. Символ компании, да? Страховка, значит. Ещё есть какой-то код, который, типа, не существует в реальности. Это как понимать? Он исчёз. Вот, 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 вот. Смотрим, смотрим, смотрим. Всё. Подгадали момент. Хитрюка. Ты хотел пельмешки вытащить, но я тебе не дам. И когда он бежал? Шлёпа. Шлёпа. Вот, он решил посидеть на диване. И смотрит прямо в камеру. Посмотрите. Он чует меня. Он знает, что я здесь. Он знает, что я не хочу дать ему съесть его пельмешки. Но мы так просто это дело не оставим. Вот он. Попкэт. Он идёт на пятую камеру, да? И мне нужно за ним следить. Нужно прочитать его траекторию. Шлёпа. Сиди, правильно. Вот сиди. Спокойный. Хороший шлёпа. Хороший, спокойный шлёпа. Так, только что был тут Попкэт. Так, допустим. Пока всё чихо. Чихо. Так, давайте посмотрим. Говорят, что... Другой код может появиться здесь. Нужно просто смотреть в разные стороны. И вдруг мы бинкоса здесь найдём, да? А ещё кто-то говорит, что в телевизоре должен появляться. А где телевизор? Подождите. Подождите. А где телевизор? Воу! Офигеть. У него глаза, как у терминатора. Так. Так, телевизор. О, здрасте. Попкэт. Всё, на него посмотрели? Он, видимо, откатился куда-то. Я не знаю, откуда он начинает идти. Но пельмешки вроде в безопасности. Здрасте. А теперь у меня глаза уже не, как у терминатора. Так, ну, вроде бы мы неплохо так отбиваемся. А где, чёрт возьми, телевизор? Я что-то туплю. Вот это... А, это телевизор. Всё. Я думал, что это окошко. Серьёзно. Вот, всё. Это телевизор. Значит, он должен появиться где-то здесь. Блин, фонарик там подзарить. Опа, 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 опа. Закрываем. Система открывания двери, по-моему, как в третьей части, да? Всё. Закрылись. Камеры. Шлёпа! Хватит красить мои пельмени. Так. Папка, это прогоняем? Интересно, он пропадает с третьей камеры. На первую? На шустую? На седьмую? А-а-а. Та-ти-ти-ти-ти-ти-ри-пам. Шлёпа, привет. Та-ри-папа-папа-папа-пам. Не рискуй. Лучше застраховайся. Ну, блин, страхование не работает, если мне сделать что-то коты. Это как-то, ну, не круто. Здесь самое опасное, это и есть коты. И против них, блин, как назло, ничего. Ну, не работает страховка. Так, давайте посмотрим, что ли нормально. Тут всё нормально. Боже, логотип Нептуна, как это приятно. Спасибо разработчику за то, что он поместил логотип. Так, так, проверяем пельмешки. Пельмешки в целости и сохранности. Коты, где коты? Котэр? Котэ? Хм. Так, прочь. Так, этих двух котов мы контрим, всё нормально. Вот, заряди фонарик. Так, нажимаем. Ага, вот как это работает. То есть потихонечку, помаленечку мы подзаряжаем его. Уже до половины дошло. Но не забывать нужно про пельмешки. Всё равно так или иначе. Так, нормально всё? Готов нет? Окей, тогда можно немножко подзарядить ещё фонарик. Но я думаю, что до сотки не обязательно, потому что уже скоро утро. Скоро пять. Нет, подожди. Мы же до шести. Так что я думаю, что этого вполне хватит. Пельмешки в безопасности. Во! Попкэт, кыш! Кыш! Кыш, попкэт. Я знаю, что ты любишь делать вот так вот. Я тоже так умею. Что это? Так, он сам. А-а-а! Ёлки-палки, да! Там же заряд в планшете тоже есть. Короче, у меня следует только молиться, да, нашему Господу Всевышнему, чтобы наступила шесть. Меня никто не убил. Хе-хе, чёрт. Да, там же было это, значит батарейки кончалось. Надо просто планшет реже использовать. Вот и всё. Я просто, ну, изучал, как бы, камеры, изучал там все дела. Поэтому немножечко передержал его. На следующих ночах я буду более бережно использовать всё это дело. Я надеюсь, что он не попал на восьмую камеру. Надеюсь, что он не успеет прийти на восьмую камеру и съесть пельмешки. Давайте просто помолимся. Та-дам! Там! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Шлёпа плачет. Плачет, бедняжка. Он не смог забрать пельмени. Тут ещё, кстати, есть какой-то дневник, смотрите. А-а-а. Это наш герой пишет дневник после каждой ночи, смотрите. А, вчера была моя первая ночь, я не думал, что все будет так сложно, но мне придется продолжить, через неделю мне зарплата придет, заплатят за стажировку и я уволюсь из этого ада. По телефону мне позвонил заместитель директора, вроде хороший парень, он рассказал о том, что надо смотреть за шлепой, а также я понял, что когда он будет на восьмой камере, надо на него смотреть тоже. И на того странного кота на камерах, ну в принципе ничего новенького я не узнал. Друзья, вторая ночь, погнали проходить. Что же меня ждет, что же меня ждет в крайней ночи? Фонгай, давай зажигай. Хей, здорово. Ну так себе. Че-то ты не договариваешь, чувак. Он выздоровеет в ближайшее время. Ладно, не будем о печальном. Давайте я расскажу вам о еще одном коте. Он впервые появился на телевизоре в ту ночь, когда я хранял пельмени от шлепы. Я прозвал лысого кота Бингусом. Он очень часто появлялся на старом мониторе серверной, хотя тот монитор даже не подключен к сети. Думаю, скоро мы выкинем его на свалку. После появления Бингуса на том мониторе он появляется во всех экранах. У вас в комнате есть телевизор. Постарайтесь следить за ним. Вроде это все, что я хотел рассказать вам. Анекдот? Как тебе игрушка на столе? Ее нам подарила дочь одной из сотрудниц. Мы решили оставить ее на твоем столе, чтобы тебя не было одиноко. Опа! Удачи тебе! Увидимся завтра. Ой-ой-ой, Попкэт, Попкэт, Попкэт! Ух ты, я его вовремя прогнал. Я про него совсем забыл. Где Попкэтик? Куда он откатился? Он был на пятой, я на нее посмотрел, вроде успел. Игрушка, он говорит, вот про эту. А-ха-ха! Ну, замечательно, у меня бил Бингус. Я думал, Попкэт меня грохнет. Нет, Бингус, посмотрите на него, он был в телевизоре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Погнали еще разок. Ага, вот как это выглядит. Видали, видали, видали? Он появился в телевизоре. И, в принципе, его видно даже без подсветки фонарика. Поэтому светить пока что, пока что. Светить прям очень сильно необязательно. О, Попкэт, здорово. И прощай. Короче. Тактика вторая ночь какая? Ну, дверь можно по слуху определить. Просто смотрим разочек, даже не подсвечиваем. Здесь тоже, скорее всего, никаких котов нету. Никакой шумони здесь нет. Думаю, что когда будет новый какой-нибудь опасный кот, нам фонгай об этом скажет. Пока что тут три кота. Получается Шлёпа. Бингус, который на мониторе. И Попкэт, который идет на пятую камеру и хочет там все отключить, блин. Я должен его останавливать. Ну, в общем, как-то так. Пока что все реально под контролем. Шлёпа отдыхает на диване. Сейчас проверим нашего Бингуса. Все нормально. Наш Попкэт где? Вот он. Я его не выпускаю с третьей камеры. В общем, все замечательно. Единственное, что по часам разница большая. То есть у нас три доходят. А на стенах часа, кстати, только два доходят. Видите? Российный хрон идет по... На один час, в общем, на стене на один час. Раньше, чем нужно. Привет, Бингус. И прощай. Лучше застрахуйся. Застрахуйся, чувак. Ладно. А почему меня-то никто не страхует? Я же только что проверял. Там ничего не было, я серьезно говорю. Там не было этого кота. Вот я букву... Не знаю, секунд пять назад проверял. Офигеть. Друзья, только сейчас обратил внимание. Эта штука на меня посмотрела. Смотрите. Боже мой. Она... Она... Она двигается, что ли? Реально. Она иногда смотрит на меня. Вот она, маленькая штучка на столе. Она живая. Она живая. Она живет своей жизнью. Ужасной жизнью. Которая хочет меня уничтожить. И шлепа хочет меня съесть. Эта игрушка хочет меня съесть. Все хотят меня съесть. Даже бингус через телевизор хочет меня съесть. Может, для него я, типа... Знаете, кулинарная программа. Он из телеказана наблюдает и хочет покушать. Так, короче. Нужно дожить. Нужно дожить. Нужно дожить до утра. Я должен, 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 должен сделать это. Да. Да-да-да-да-да. Можно же прям стихи писать. Такими темпами, да? Все, нормально. Выживаем, 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 друзья. Во всю, по полной программе выживаем. В этот раз эти бингус как-то редко прям приходят. Серьезно. Уже скоро будет, как бы, ночь пройдена. А бингус приходил только один раз за все время. Так, чуть-чуть осталось, друзья. Десять, нет, пять минут, пять минут осталось. У меня еще планшет уже тоже близится. К разрядке, да. Е-е-е, шлепы, не плачь, не плачь. Еще достанутся тебе пельмешки. Пельмешки, погнали на третью ночь. Быстро на третью ночь. Пельмешки для шлепы. Алло, алло. Здравствуй. Здрасти. Честно говоря, странно, что ты еще не уволился с этой работы. Но спасибо, что ты до сих пор с нами. Так, зачем же я тебе позвонил? А, точно. Я хотел рассказать о маленьком котенке, которого я встретил сегодня, уходя из офиса. Он был прямо в твоей комнате. И я думаю, он может появиться там и сегодня. Это было страшное зрелище. Что? Я прямо видел, как он смотрел своими глазами на меня из темноты. Но, как только я включил свет, он как будто растаял. Может, он умер? Хотя, не, вряд ли. Умер? Что ты, нет. Итак, чтобы тебе не было скучно, я думаю, можно рассказать анекдот. Медведь перед спячкой попросил Ежа и Зайца построжить мешок с чаем. Медведь уснул. И Зайц говорит. Давай раз или два заварим. Медведь и не заметит. Так и выпили весь чай. Смотрит Ежик на пустой мешок и говорит. Зайц, что мы теперь медведю скажем? Ладно, я сам все медведю скажу. А ты только глаза кругли и молчи. Приходит медведь. Где мой чай? А Зайц говорит. Ну чего я вылупился, колючий? Мишка спрашивает, где его чай? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это анекдот. Да, вообще супер. Каждый раз мирусь с него, как впервые. Я, знаешь, я бы более внимательно его слушал, если бы меня не убивали коты. Я договорился. Ладно, до завтра. Давай. Я могу тоже о нибудь это рассказать. Похожий. Про зверей. Значит, гуляет как-то Заяц, волк Леса, там кто-то еще Куча зверей, да, гуляет по лесу А в лесу был закон такой То есть там нельзя было ходить в туалет по-большому То есть лев, царь зверей Запретил зверям ходить по-большому В лесу Если вдруг кто-то сходит, то лев будет съедать их И вот, короче, идет волк Идет по лесу, гуляет И прям захотелось, ему прям приперло Он прям сел за кусты и сделал свои дела Прям вот не втерпешь ему было Он сделал это Естественно, лев его нашел и съел Потом шла лиса Тоже идет, прям вся такая Не может, туалет по-большому Прям хочет, хочет, хочет Боже мой Пыжет ее прям, рвет изнутри Короче, тоже не сдержалась Сходил в туалет по-большому Пришел лев, ее съел тоже И вот идет заяц Такой хитрый, знаете, хитрый заяц Такой Идиот идет, тоже его прям приперло Ух, как бы хотелось в туалет по-большому Прям за кустики сходить И он прям не выдержал Зубы скрипят уже, все И он бах, навалил огромную кучу Чем больше, чем он сам И он такой О, боже И он, короче Это было неожиданно, да И он, короче, эту кучу закрывает руками Идет лев На запах такой Говорит, что за дела Кто здесь навалил кучу Ты, заяц Сейчас тебя съем А заяц такой Нет, нет, нет Я говорю, ты, я бабочку поймал Бабочку Лев говорит Ну-ка, покажи мне Что за бабочка там Заяц такой Ну, блин, она может улететь А ну, покажи Ладно Заяц открывает руки А там куча лежит такая Куча огроменная И заяц такой О, бабочка улетела А сколько навалило Тарапапарапам И заяц остался жив А вот что значит, друзья Смекалочка Не, на самом деле Странно, что меня это чмоня Или он, этот чмоня Меня жахнул Ну, типа Типа, откуда он взялся Мне фангай говорил Что его прям видно в темноте Его горящие глаза Или что-то типа того Но по факту Я его не видел в темноте Так, тихо Этого прогнали Чмоня Чмонечка Ты где? Почему тебя не видно в темноте? То есть нужно Его в любом случае Да, нужно подсвечивать Я правильно понимаю? Или ее? Почему-то чмоня Мне кажется, что это имя Ну, кличка женская Для самочки Чмонечка Так, тихо Защищаемся от бингуса Защищаемся от шлепы Ой, он уже ко мне лезет Запираем 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 Держим Фонарик у меня уже Грозится Совершенно Быстро Закончится Нужно срочно Защитить пельмени Защитить их Так, бингус прогоняем Все хорошо Он далеко Можно его даже мониторить Не думаю, что он успеет дойти Там была чмоня По-моему По-моему, там была чмоня Сбоку Хотя, мог быть, не прав Четвертая ночь Впереди Друзья А что он за дневник пишет? Вторая ночь Вода пришла вторая ночь Я встретил третьего ката Бингуса На него теперь надо светить фонарем Угу Ну, это мы знаем Знаем Третья ночь Это вот только что мы Которую прошли Я долго думал над тем Что рассказывает мне по телефону Зам директора Он мне говорил в первую ночь Что директор не хочет Чтобы кто-то трогал пельмени На столе в его кабинете Но во вторую ночь Он сказал, что директор Не способен разговаривать И двигаться Это звучит очень странно Ну, ладно Я встретил котенка На которого также надо светить фонариком Ага То есть, что-то не так Возможно Зам директора убил Директор И хочет занять его место А котов он специально натравил на меня Вот только зачем? Не знаю Ну, в общем, это мы узнаем уже, друзья Во второй серии Поэтому дождитесь Ее непременно А эту поддержите лайком Мне нужна ваша поддержка Не забывайте вступать в группу ВКонтакте На случай блокировки Ютуба В группе ВКонтакте Мы все будем вместе Я там буду постить видосы Делать стримы В общем, там мы будем держать связь Желаю добра и позитива всем, друзья Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok